Слишком много холестерина в крови уже давно считается основным фактором риска развития болезни Альцгеймера и, возможно, болезни Паркинсона. Я показывал яркие примеры того, как мозговые артерии жертв Альцгеймера при вскрытии выглядят закупоренными жиром и холестерином по сравнению с контрольной группой. Но секундочку, холестерин не может пройти напрямую через гемоэнцефалический барьер, поэтому он не может напрямую попасть в мозг или из мозга. Что если в мозгу уже слишком много холестерина и нужно избавиться от излишков? В качестве предохранительного клапана есть фермент, который окисляет холестерин, и в этой форме он может покинуть мозг и в конечном итоге тело. И вот как это происходит. Хотя мозг может устранить избыточное количество этих продуктов окисления, есть вероятность обратного проникновения. Токсичные оксистиролы, окисленный холестерин, присутствующие в потоке крови, могут возвращаться и накапливаться в мозге. И это не просто теория. Есть интересное исследование, в котором измеряли уровни окисленного холестерина в крови, отходящие от мозга, в сонной артерии в области шеи, по сравнению с уровнями, поступающими в мозг через эту артерию. И разница в этих измерениях показывает избыток окисленного холестерина, который может оказаться в мозге. Это проблема, потому что накопление оксистиролов может быть цитотоксическим, мутагенным, атерогенным и даже канцерогенным. Другими словами, токсичными для клеток, токсичными для ДНК. И способствовать болезням сердца и, возможно, развитию рака. Да, образцы из атеросклеротических бляшек на вскрытии содержат в 20 раз больше холестерина, чем в обычных артериях, и содержат в 45 раз более высокие уровни окисленного холестерина. Могут быть в сотни раз более патологическими, более токсичными, чем неокисленный холестерин, способствуя не только болезням сердца, но и потенциальной опасности развития различных хронических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Но как мы можем сократить количество этих оксистиролов в нашем теле? Один из способов – не есть их. Окисленный холестерин содержится в молочных порошках, мясных продуктах, включая рыбу, сыре, яйцах и яичных продуктах. До недавнего времени наше понимание было ограничено из-за отсутствия методов тестирования, чтобы точно проанализировать количество, обнаруженное в различных продуктах. Сейчас мы узнали, что источником служат все продукты животного происхождения. Содержания в консервах с тунцом были очень высокими, но в гхи еще выше. Масло гхи – очищенное топленое коровье масло, используемое в индийской кухне. Этот способ приготовления, по-видимому, увеличивает уровень окисленного холестерина в 10 раз. Диетическое воздействие от окисленного холестерина может помочь объяснить, почему в Индии так распространены болезни сердца, хотя значительная часть населения не употребляет мясо и яйца. Большое количество индийских десертов готовится с маслом гхи. Окисленный холестерин в рационе является источником окисленного холестерина в крови человека, где он может легко пересечь гемоэнцефалический барьер в мозг. И это может вызвать воспаление в мозге, накопление амилоида, который может накапливаться долгие годы до обнаружения первых симптомов. Эти исследования показали нарастание окисленного холестерина в крови у тех, кто придерживался питания, богатого окисленным холестерином, при котором вы получаете всплеск в крови через несколько часов после еды, например, после употребления продуктов с яичным порошком, который можно найти во многих обработанных пищевых продуктах. Но вы, как правило, об этом не знаете. Можно получить такие же показатели и от нормальной еды, просто съев салями и сыр пармезан. И в тот же день продукты окисления холестерина будут циркулировать по всему телу. Более высокие уровни не только связаны с умеренными когнитивными нарушениями, но и болезнью Альцгеймера. Увеличение концентрации в головном мозге может способствовать повреждению клеток, вызывать дисфункцию нервных клеток, дегенерацию клеток. И может способствовать нейровоспалению, то есть воспалению головного мозга и образованию амилоидных бляшек. Вы можете увидеть усиленное воспаление генов прямо в чашке Петри, вырастив нервные человеческие клетки ин витро и капнув немного холестерина на них, и вы увидите всплеск воспаления. Но добавив такое же количество окисленного холестерина, будет намного хуже. И если вы посмотрите на изменения уровней оксистиролов мозга на ранних стадиях болезни Альцгеймера при вскрытии, вы можете видеть три основных продукта окисления холестерина. Было показано, что уровни значительно возрастают при болезни Альцгеймера, что может быть доказательством, что окисленный холестерин является движущей силой развития болезни Альцгеймера. Продолжение следует...